Аппаратное совещание Аппаратное совещание началось с обсуждения устранения последствий урагана, который захлестнул область в субботу. Погодный катаклизм нанес больше всего урона Инзинскому и Новомалаклинскому районам. В Инзинском районе, Новомалаклинском районе вводилась ЧС, чрезвычайная ситуация. Действительно, из наиболее пострадавших это Репьевская школа, где пострадала крыша данной школы. Выезжали представители обл. заказчика. В плане обследования данных последствий установлена сумма ущерба 1 млн 980 тыс. А в Новомалаклинском районе больше всего пострадали жители села Средняя Якушка. Шесть многоквартирных домов лишилось кровли. Полный ущерб еще предстоит оценить. Предварительно восстановление крыши идет от 3 до 5 млн рублей. Еще 192 тыс. рублей надо на устранение последствий подтопления. Губернатор поручил до конца дня выработать четкое управленческое решение по ликвидации ущерба, нанесенного непогодой. Должны уже завтра выйти люди, если не сегодня. Должны выйти и начать работать. От вопросов текущего дня перешли к глобальным проблемам. Одним из самых современных направлений в настоящее время является внедрение цифровых технологий. Они должны применяться не только в быту, но и в управлении областью. Министерство развития и конкуренции экономики ждет переформатирования. Министерство развития конкуренции и цифровой экономики. Более того, в ключевые министерства будут введены должности заместителей министров по цифровым изменениям. Организационные изменения на этом не закончатся. Губернатор поручил создать единый центр компетенции энергетики, теплоэнергетики и возобновляемой энергии. Он займется обобщением лучших практик, реализуемых в топливно-энергетическом комплексе. Кроме того, будет создан проектный офис по тарифообразованию. Главная его задача, по словам Сергея Морозова, заключается в поиске законных механизмов по снижению тарифов. От региональных вопросов вернулись к муниципальной повестке. Директор Центра стратегических исследований Олег Асмус привел рейтинг эффективности управления за прошлый год. Пятерки лидеров – Корсунский, Кузоватовский, Новоспасский районы, Димитровград и Ульяновск. Эти муниципалитеты могут претендовать на дотации из областного бюджета. Если мы сегодня будем распределять ту сумму, которая у нас в бюджете предусмотрена 8 миллионов рублей, то исходя из методики, утвержденной указом президента, муниципальное образование Корсунский район может получить 1 773 720 рублей средств, которые вправе использовать на свое усмотрение. А вот в пятерку худших муниципальных образований вошли Радищевский, Маинский, Сенгелеевский, Павловский и Николаевский районы. Указ президента подразумевает, что в случае, если положение в этих муниципалитетах не улучшится, то глава области может поставить вопрос об освобождении их руководителей от занимаемой должности. В очередной раз, в тысячу первый раз, Сенгелеевский район, в который вкладываем, 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 вкладываем. Сколько можно вкладывать? Ну сколько можно вкладывать еще, так сказать, средства, так сказать, там, во что так уже не вкладываем? Заводы строим. Дома, так сказать, там строим. Партии строим. Школы, так сказать, там приводим в идеальное состояние, так сказать, там и массу других. Ну что только там не делаем. Нормально, эффективно работает вот так вот начальники все. Далее губернатор поручил сформировать новый сервис для предпринимательства, активно продвигающегося за пределы региона с своими проектами и товарами. Сервис будет сформирован на платформе МФЦ для бизнеса. К бизнес-инициативам будут активно привлекать молодежь. С начала нового учебного года станут проводиться встречи школьников с топ-менеджером ведущей компании региона. Мы с вами такой запустим еще один очень интересный образовательный проект под названием научно-технологический класс. Такого, знаете, где будут прописаны элементы предпрофессионального образования, которые познакомят учащихся с применением научных знаний, результатами научных исследований, в изучении проблем реальной жизни, чтобы мы могли, так сказать, помочь ребятам погрузиться в научно-исследовательскую или проектную деятельность. И опять же, для осознанного выбора современных профессий. Изменения в жизни ждут не только учащихся. Губернатор поручил создать клуб директоров школ, заведующих дошкольными образовательными учреждениями. И выстроить системную работу с ними встречи. Значит, для того, чтобы напрямую, ежедневно, еженедельно общаясь с ними, выявлять все вопросы, которые мешают им в работе. Губернатор также отметил, что подобная система может появиться в других социальных отраслях. Например, в здравоохранении, которое в последнее время вызывает массу нареканий. Такие объединения руководителей учреждений помогут преодолеть все проблемы и трудности. Егор Тстоф, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова